Приветствую всех дорогие друзья. В этом видео давайте разберемся, что нового Intel показала на выставке CES 2021. А также посмотрим на не менее интересную новость про ту самую разблокировку в процессорах Ryzen 5000 серии. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И с вашего позволения я начну с анонса четырехъядерных процессоров Intel. На выставке они представили линейку Tiger Lake H, которая подойдет для ультрабюджетного гейминга. Процессор Core i7 11375H Special Edition, по словам Intel, сможет буститься до 5 ГГц по нескольким ядрам и обеспечит лучшую производительность, которую можно будет определить по надписи Special Edition. Также сообщается о поддержке Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4. В настольном сегменте Intel подтвердила, что Rocket Lake имеет 20 линий PCIe 4.0, что на четыре полосы больше, чем у Comet Lake. Ну и на слайде явно видно, что процессоры получат до восьми ядер на архитектуре Cypress Cov. Но самое интересное творилось за пределами презентации. Ресурс Geeknetics сообщил, что все подробности о Rocket Lake были рассказаны на пресс-брифинге. Процессор Core i9 11900K получил 8 ядер и сможет буститься до 5,3 ГГц. А в тестах он немного обходит Ryzen 9 5900X. Хотя ощутимого прироста из данного графика не наблюдается, но первенство по FPS Intel скорее всего себе заберет. Также был показан тест 11900K против Ryzen 9 5900X в игре троексодус. В обеих системах использовалась видеокарта RTX 3080 и как видите топовый Rocket Lake оказывается чутка впереди. Плюс ко всему на презентации было сказано очень много про Vipro для бизнеса и представлена линейка Vipro Evo. А от разговоров про обновление образовательных ноутбуков для удаленной учебы можно было заснуть. И под конец презентации нам показали тот самый Alder Lake или правильнее его назвать 12 поколением. Они сказали, что это будет мощным решением будущего и подтвердили наличие двух новейших архитектур, одна для производительности, а вторая для энергоэффективности. Хотя выбор больших и малых ядер очень спорное решение и насколько он будет успешным нам с вами только предстоит узнать. В красном же лагере обнаружили, что некоторые процессоры Ryzen 5600X и 5800X в действительности имеют два чиплета, которые содержат по восемь вычислительных ядер. Это выяснил известный программист Юрий Бубли, разработавший программу ClockTuner Forizon. И это же подтвердил авторитетный ресурс IgorthLab. Как мы знаем, официально в этих процессорах заявлено по одному чиплету CCD, в то время как старшие представители семейства основаны на двух чиплетах, в каждом из которых содержится по шесть или по восемь физических ядер. Но как выяснилось, некоторая часть младших моделей поставляется с двумя CCD, один из которых аппаратно заблокирован. Золотые версии 5600X и 5800X с двумя чиплетами чаще всего достаются обозревателям и представляют из себя урезанные Ryzen 9, так как один из имеющихся в них чиплетов не прошел проверку качества и был отключен. По мнению IgorthLab, в теории должна существовать возможность включения деактивированного чиплета, которая тем самым позволит превратить счастливые шесть и восемь ядер обратно в 12 и 16. Однако целесообразность этого преобразования находится под вопросом, поскольку AMD вряд ли бы снизила ценность старших процессоров до младших моделей без веской на то причины. С другой стороны вспоминается время трехъядерных атлонов и феномов, которые без проблем можно было превратить в четырехъядерные модели, включив неактивированное ядро через BIOS. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.